Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет серия дневника Mazda 6. Для тех, кто впервые на канале или случайно наткнулся на этот ролик, поясняю. В феврале 2015 года я приобрел себе седан класса D Mazda 6. И сегодня у нас ролик будет приурочен к 90 тысячам пробега на автомобиле. Сегодня ровно ей 2,5 года или 30 месяцев, кому как больше нравится. Прямо сейчас мы с вами отправимся к одному из официальных дилеров, загоним машину на техническое обслуживание, посмотрим, что с ней, в каком она состоянии. Помимо того, мы сделаем, опять же, частичную замену масла в коробке. Обо всем этом обязательно расскажем. Прежде чем мы начнем, хочу 2 слова сказать про коллективный сговор. Друзья, я подготовил 2 списка на Mazda 6 и на Mazda CX-5. Я их уже начал потихонечку рассылать официальным дилерам. Поэтому, если ты записывался, но я с тобой не созвонился, либо не списался, обязательно прямо сейчас напиши мне либо ВКонтакте, либо на электронную почту. Второе. Все те, кто были на Optima и Toyota Camry, друзья, с вами я буду созваниваться вторник-среда. То есть, к следующим выходным я уже буду списки также отправлять дальше. Поэтому, про это все мы сделаем отдельный ролик, а сейчас же мы переходим к Mazda. Итак, мы уже находимся на станции технического обслуживания. Что же входит в этот ИОК? Ну, как обычно, будем менять масло в двигателе с фильтром. Раз. Поменяем тормозную жидкость. Два. Замена воздушного фильтра и салонного фильтра. Это 3-4. Все. Это основное. Далее я обязательно поменяю частично масло в коробке. Отвечу на этот вопрос, почему я это делаю, почему частично, а не полностью. Собственно, на этом все. Это стоит 15 150 рублей по официальному прайсу. Все остальное это диагностика. Будем смотреть машину по кругу. И что же с ней, в каком она состоянии, вы узнаете прямо сейчас. Смотрим свечи. Напоминаю вам то, что менял я их последний раз на 75 тысячах. Свечи неоригинальные. Почему неоригинальные? Заехал к знакомому в магазин, говорю, посоветую свечи. Вот тебе получше, подешевле. Ну, я не понимаю, зачем он мне советовал подешевле. Сэкономил я тысячу рублей по факту. Вот, свечи уже есть пробои на одной из них. Остальные тоже уже в не самом хорошем состоянии. Поэтому, парни, скупой платят дважды. Никогда на машине на своей не экономьте. Судя по всему, придется скоро опять свечи менять. Сейчас проверяем уровень плотности аккумулятора. Смотрим. Значения идут 1,25-1,27. Это нормально. То есть, грузить не буду, умничать не будем. 1,25-1,27 это нормально. Если ниже, это уже будет фигово. У меня аистопа нет, поэтому нареканий нет. Менять ничего здесь не нужно. Вот в таком состоянии находятся два фильтра. Слева воздушный, справа салонный. Парни, не менял 15 тысяч. Сам запустил. По факту, нужно их менять почаще. Вот, особенно вообще салонный. Мы этим дышим, чтобы потом, не жалост, тоже запотели стекла, что печка там хреново работает. Раз в 2 тысячи вообще нормально будет менять. Это 3 минуты. На канале есть ролик про это. Даже ссылку оставлю в описании, как это все поменять самому. Делается все быстро и элементарно. И ценник, кстати, небольшой. Если самому покупать фильтры, они недорогие. Так, поднимаем наверх. Сейчас будем смотреть состояние ходовой, подвески. В общем, сейчас все глянем вместе с вами. До последнего молчал. Думал то, что мне просто-напросто этого кажется. Когда проезжает сейчас лежащий полицейский, начали поступать какие-то непонятные звуки. Я думал, ну что же это может быть? По факту, опорный подшипник уже начал хрустеть. Сейчас постараюсь вам это показать. Значит, мы сейчас покрутим колесо. Слышите, да? Как с одной стороны, так и с другой. Замена опорных подшипников будет произведена по гарантии. Но сейчас их в наличии нет. То есть, соответственно, сделаем заказ-снаряд. Подождем, приедут и поменяем. В негодность он пришел не вследствие того, что я как-то хреново езжу, попадаю в ямы. Просто заводской дефект. Как вот мастер говорит, то что такое встречается у некоторых и на втором, и на третьем. Вот такое происходит. Поэтому посмотрите повнимательнее, возможно, у вас есть такая же проблема. По задним колодкам 80% износа. Соответственно, когда придут попорные подшипники, приеду, все вместе поменяю. Подкрылки родные, ворсовые. При покупке рекомендовали поставить пластиковые. Мол, возможно, будут промисать. По факту, вот они все в нормальном состоянии, ничего не провисло. Значит, подняли машину повыше. Вот последствия той самой сбитой собаки еще обнаружилось. Ну, трещина есть. Ну, а так, в целом, состояние переднего бампера нормально. Есть, конечно, притертости. Ну, от них никуда не деться. Бордюры, парковка. Смотрите, еще момент. Начал потеть поддон. Чревато это тем, что он начнет в скором времени, возможно, течь. Это гарантийный случай, как он решается. Нужно его переклеивать. Но факт вам налицо. Все как есть, друзья. Все так и показываю. Обращайте внимание сами при обслуживании у дилера. Поддончик мы сейчас замоем. В следующий раз, когда приеду, уже еще раз посмотрим, если будет продолжаться. Мы, соответственно, будем проклеивать его по гарантии. Значит, смотрите. Вот привода. Минимальный люфт. Он присутствует. Но нет ничего сильного. Вот сейчас здесь на обслуживании находится Mazda, у которой пробег по 200 тысяч. И вот там их меняют. Цена вопроса у дилера порядка 70-80 тысяч. То есть, как это происходит, когда вы газ в пол жмете, вот колеса начинают пробуксовывать, и биение происходит. Вот это, на самом деле, хреновая вещь. Поэтому всем любителям погоняться будьте поаккуратнее. Сама подвеска в отличном состоянии. Никаких у нас нареканий на нее нет. В том числе прокладки все резиновые. Все в хорошем состоянии. Нарекания, которые у меня были на датчик омывающей жидкости. Ездил-ездил, просто кончилась омывайка. Он даже о себе никак не напомнил. Вот, следствие этой поганой нашей омывайки. Слизь, осадок, и он просто-напросто залип. Сейчас его промоем, почистим, поставим обратно, будет работать. Ну, такие вещи, как замена масла в двигателе, мы даже не освещаем. Касаемо патрубков, вот то, что я наварил. Вот обратите внимание, сам сажусь, начинаю пальцем шевелить. Они, в принципе, не ходят. Даже когда по неровной дороге едешь, стоят ровно. Обращал такую проблему, у Kia Optima. Они, когда проезжают даже неровные, там, лежачие полицейские, у них прямо она гуляет. И многие спрашивают изначально, ничего ли там тебя не трет, не бьет, не стучит. Нет, стоят нормально. То есть, в этом плане оценка, скажем так, 5 баллов. Тем временем мы уже сливаем масло с коробки. Частый вопрос, почему ты меняешь масло частично? Друзья, если залезть в интернет, вам советов там раздадут массу. Одни говорят, надо менять частично. Другие говорят, надо менять полностью со снятием поддона, прогонять его через аппарат. Кто как говорит, советчиков очень много по факту. Каждый свои советы обосновывает чем-то. Я же послушал людей, с ними согласился и решил менять именно частично. Поменял первый раз на 75 тысячи, хотя можно это было сделать чуть-чуть пораньше, на 60. Вот, и сейчас 90 тысяч также меняем частично. Все, менять полностью с поддоном, гонять через аппарат я точно не буду. Советы из серии, надо снимать поддон, надо менять фильтр. Друзья, ну попробуйте, сделайте сами это на своем примере, покажите, что из этого получится. Я же считаю то, что мне достаточно будет вот поменять его частично. В следующий раз на 105 тысячах также поменяю частично. Это нормально, даже сейчас, когда масло сливаем, оно более светлое, чем было в тот раз. Масло оригинального в коробку ушло 3600. Весь процесс снимает не с нами, по причине того, что мы это уже делали. Как это все происходит, вы видели. Так, и не сказали о том, что у нас весь амортизатор потек вправо. Тоже по гарантии его будем менять. То есть это уже будет следующим роликом, когда все расходники наши придут. Значит, собственно, наше обслуживание подходит к концу. Проверяем уровень масла. Смотрите, маленький момент. У двухлитровых машин все нормально, поджирание не замечено. А вот у 2,5 поджирание замечено. Мастер говорит, что встречаются машины, которые приезжают вообще с сухим щупом. Поэтому обязательно следите за состоянием масла. Обслуживание автомобиля закончено. На этом мы еще не ставим точку. Мы уезжаем от официального дилера подводить итоги вместе с вами. Поехали! Пришло время подводить итоги. Смотрите, начнем мы, конечно же, с цен. В первую очередь хочу сказать, что в процессе ролика я немного оговорился. Назвал цену за прохождение технического обслуживания 15150 рублей. Цена устаревшая. Я ее взял с официального сайта Мазда. Там они, видимо, не успели их обновить. Цена за прохождение 6-го ТО составляет 16480 рублей. Плюс я дополнительно, меняя масло в коробке, купил у них 2 литра масла. Я платил, соответственно, работы. Сама цена вышла порядка 21 тысячи рублей за все. Но мне со скидкой в 50% на работы и 20% на автозапчасти все обошлось в 14756 рублей. Вот, пожалуйста, цифры, все расписано 9 сентября 2017 года. Это для тех, кто не верит в то, что я вообще за техническое обслуживание плачу. Некоторые думают, что реклама автоспидцентр, но я там покупал машину, там я его обслуживаю. Поэтому хочу сказать всем, кто подписан на канал, кто владеет Маздой, друзья, приезжая к ним и ссылаясь напрямую на меня, то, что вы от Машкова, вам сделают точно такую же скидку. Поэтому, если ты хочешь сэкономить пару тысяч рублей при прохождении очередного технического обслуживания, теперь ты знаешь, как это сделать. Мы идем дальше. Пару слов хочу сказать за лакокрасное покрытие в целом. Но, честно говоря, к 90 тысячам я ожидал, что оно будет в более плачевном состоянии. По факту, да, царапинки есть, да, есть там различного рода механические воздействия на автомобиль. Ну-ка, на парковке кто-то заденет дверью, либо же я сам, бывает, подъезжаю, то есть в высокий бордер открываешь дверь, задеваешь. Такого, чтобы чего-то, знаешь, катастрофическое было с автомобилем, пока что на сегодняшний день не наблюдается. Конечно же, нужно затронуть и резину. Я думаю, многие из вас в процессе видеоролика заметили, что она уже, собственно говоря, лысая. Толщина протектора составляет сейчас примерно 2 миллиметра. Докатываю на ней последний сезон, а если быть совсем точным, ну месяц еще покатаюсь и все, уже буду ставить зимнюю резину. Смотрите, что можно сказать за нее в качестве отзыва? Ну, в первую очередь, то, что она реально очень хорошо держит дорогу. Вот очень хорошо держит дорогу и аквапланирование. Никогда в этом плане не было нареканий. Но то, что она дико шумная, это 100%. Вот я вам говорил уже неоднократно, что у меня зимняя резина шиповная, хакапеллита финского производства. Вот когда я на ней езжу по асфальту, нет такого шума. Вот эта резина уже прям реально гудит. Поэтому всем тем, кто покупает автомобиль, рекомендую подумать вот на такой процедуре. Купили, выставили сразу резину на продажу, продаете, покупаете, соответственно, параллельно уже себе какую-то другую. Какую, не скажу, не порекомендую ничего. Но что-нибудь помягче, опять же, нужно выбирать, отталкивать от отзывов. И не отходя далеко, конечно же, хочу затронуть тормозные диски с колодками, которые я поменял примерно 5000 назад. Это фирма ЕБЦ. Смотрите, они идут, колодки сами по себе зеленые. Вот многие подумают, что, блин, ты что, зачем ты поставил себе зеленые колодки? На самом деле, они есть разных цветов. И все эти цвета сделаны не просто так. Сейчас вот на экран я добавлю картиночку, где прописано то, что на каждый вид, на каждый цвет колодки, да, скажем так, чтобы это попроще было, предусмотрена своя температура, в которой они могут работать. Значит, вот эти колодки сейчас, да, вместе с дисками, никак в руль, понятное дело, не бьют. Они новые. Я их поставил аккуратненько. Тысячу я катался в бережном режиме. Я их прикатал. В принципе, сейчас нареканий на них нет. Но, опять же, сказать вам то, что я вот в последнее время катался, там, разгонялся 200, оттормаживался. И так раз 10 дел, и они себя хорошо повели. Сказать не могу, потому что такого не было. В городском режиме, да, бывало пару раз приходилось резко затормозить. Схватывают нормально, но есть один минус, который меня, в принципе, вся напрягает. Это то, что они начинают пищать. С точки зрения технической части, они свою функцию выполняют. Тормозят хорошо, но вот с точки зрения эстетики, ну, порой напрягает, когда едешь, знаешь, с открытым окном, притормаживаешь, вот этот свист появляется. Как они себя поведут дальше, сколько они проживут. Ну, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, и вы, конечно же, об этом узнаете первыми. При прохождении технического обслуживания 75 тысячах мне одобрили по гарантии замену руля. Сейчас на экране вы видите картинку, каким был мой родной руль за один день до замены. Ждал руль я порядка двух месяцев. Поменяли мне его в начале августа. Езжу, катаюсь, доволен. Всегда приятно, когда тебе по гарантии что-то меняют, что-то ставят новое, и никто с этим не спорит. То есть мне не приходилось доказывать, показывать то, что смотреть, как же он весь испортился, как он весь облез. Нет, люди посмотрели и сами сказали то, что да, это ненормально. Из тонкостей могу отметить то, что оптика светит уже не так ярко, если сравнить с новыми автомобилями. Когда прям вот только с салона машины выезжают, реально прям фары светят очень ярко. Но я отмечу то, что я их вообще никогда не берегу. Каждый день постоянно я езжу, всегда с включенным ближним светом. Если вы помните, как-то я жаловался на противотуманные фары, мол какой вообще от них смысл светить постоянно вниз. На одном из технических обслуживаний мне их приподняли повыше, стали они светить получше, ну процентов на 5-7. По факту я ими вообще не пользуюсь. Ну как-то не знаю, не вижу в них никакого смысла все равно. По мне, можно было бы обойтись вообще без них. Если подвести итоги последнего технического обслуживания, то в ближайшее время по гарантии я жду два опорных подшипника, правый амортизатор. От себя должен приобрести себе задние тормозные колодки раз и приобрести обязательно свечи. Свечи куплю хорошие, оригинальные на этом, в этот раз экономить не буду точно. И вот здесь я хочу более детально остановиться и отметить то, что я вам все рассказываю по-честному и объективно. Были технические обслуживания, когда мы ничего кроме как замены масла не делали. Сегодня машинка потихонечку где-то подсыпается, встречаются гарантийные ситуации. Я вам про это рассказываю. Кричать о том в комментариях, что вот с Camry такого бы не было. Или же то, что а вот ты Mazda Drotcher защищаешь машину. Вот тебе мой пример. Я тебе все честно рассказываю. Я бы с удовольствием стал бы сегодня BMW Drotcher, я бы стал бы с удовольствием Porsche Drotcher, Mercedes Drotcher, кем угодно. Но я езжу на том, на что я заработал сегодня. Двигатель с коробкой работает исправно, у меня нареканий не вызывает. На сегодняшний день расход средний все так же составляет примерно 8 литров. Ну по-разному бывает. Если ехать по трассе, реально у меня расход 6 литров. Если стоять в городе, толкаться весь день в пробках, сжать в пол, ну больше 9 у меня ни разу все равно расход не рос. А так вот 7,5-8 примерно вот эти цифры. Если бы ты спросил меня, вот что тебя не устраивает в автомобиле, то я бы с удовольствием тебе ответил на этот вопрос. Потому что в целом машиной я доволен. С точки зрения технического оснащения есть все то, что мне нужно. Но вот, например, когда я покупаю ее, выбрал первый пакет. А первый пакет это тот, где отсутствует кожа и электропривод сидений. Вот об этом я жалею с каждым днем. Кожа реально нужна в автомобиле. Вот эти чехлы позорные, я даже про них говорить не хочу. Давным-давно пора выкинуть. Но почему-то как-то они прям как будто прикипели к машине. И никак я не могу от них избавиться. Электропривод сидений с памятью, да это вообще бомба. Вот я, например, вставляю машину на мойку. Прихожу, если там ребята чего-то двигали. Очень долго потом не могу под себя настроить сидений. Поэтому буду менять Мазду на Мазду. Однозначно возьму себе автомобиль с кожаным салоном сразу. И электроприводом сидений. Вот на этом экономить в этот раз я не буду 100%. Очень часто задают вопрос, как защитить автомобиль от угона. На самом деле про это я рассказывал. У меня стоит на автомобиле спутниковая сигнализация. Я снимал про это ролик около года назад. Но мне его почему-то удалили. Я нарушил там какие-то авторские права. По факту, что могу сказать? Есть на ютубе канал, угонов нет. Так вот там люди показывают, как абсолютно любой автомобиль со штатной, спутниковой, там, авторской сигнализацией можно вскрыть. Занимает этот процесс 2-10 минут. И поверь мне, пока ты будешь ночью спать, думая, что у тебя стоит спутник, у тебя стоит там авторская какая-то сигналка, люди будут работать 10-15 минут и спокойно на автомобиль уедут. Поэтому надеяться на какие-то сигнализации вообще не стоит. Лучше всего, наверное, делать каску. Но в любом случае решение здесь принимать только вам. Но по мне, вот я считаю именно то, что лучше сделать каску от угона. Автомобилем я полностью доволен. Да, у него есть уже ряд целых гарантийных случаев. Что-то облазит, что-то ломается, что-то нужно менять. Что с ним будет после 100 тысяч? Я думаю, интересно будет не только мне, но и вам тоже. Поэтому будем следить, будем смотреть, как и все. Я нормальный человек, я живой человек. Если вдруг подвернется возможность его удачно продать и удачно купить по хорошей цене новой, естественно, я это сделаю. Если я буду продавать человеку, конечно же, я буду в приоритете искать того, кто будет жить поблизости, чтобы он, катаясь на автомобиле, давал всегда его по возможности снимать и рассказывать, что с ним происходит. Пока автомобиль находился на техническом обслуживании, я пришел в отдел трейд-ина и задал им прямой вопрос. Сколько? Вот за сколько вы реально готовы забрать этот автомобиль? И сумму мне назвали 1 миллион-1 миллион 50 тысяч рублей. Вот сюда дополнительно плюсуем бонус от трейд-ин. За счет того, что я сдаю Мазду и покупаю Мазду, мне предлагают еще дополнительно 95 тысяч рублей. Ну, округляем до 100. Поэтому автомобиль, можно сказать, что оценивают в 1 миллион 100, в 1 миллион 150 тысяч рублей. Я считаю то, что это, в принципе, цена адекватная, с учетом того, что у меня пробег 90 тысяч километров. Найти на вторичном рынке точно такую же, даже в более хорошей комплектации, с кожаными сидениями, сегодня можно за 1 миллион 200, за 1 миллион 400 тысяч рублей. Все будет зависеть от состояния пробега автомобиля. Ну что ж, вот такая у нас сегодня получилась серия. Наблюдения за автомобилем у меня продолжаются. Я хочу задать вопрос вам в комментариях. Напишите обязательно, сколько вы проезжаете примерно на вашем автомобиле за год. Ближайшая неделя обещает быть солнечной жаркой, поэтому однозначно с ним парочку интересных видеороликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, задавайте ваши вопросы в комментариях. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока!